Мультимедийные сенсорные киоски появились в отделах Бийского краеведческого музея. И теперь каждый посетитель сможет легко и просто узнать нужную информацию, даже не обращаясь к историкам. Такие киоски вполне могут заменить печатные справочники. Они способны вместить в себя большой пласт информации об истории города. Управлять ими проще, чем пользоваться смартфоном. А это значит, что освоить их смогут даже люди старшего поколения. Достаточно лишь нажать на нужный раздел и вуаля! Перед вами открываются подробные сведения, к примеру, 20 века. Здесь можно увидеть, например, перечень всех улиц, переулков, площадей, которые были в нашем городе к декабрю 1919 года. Вообще, скажем так, это в нашем регионе, наверное, первая попытка вот так систематизировать справочные информационные сведения об истории нашего города. Помимо мультимедийных сенсорных киосков, в музее обновили компьютерное оборудование, сканеры, фотоаппараты, акустическую систему для проведения экскурсий. Также добавили экспозиционные витрины и стенды. И теперь редкие музейные экспонаты доступны каждому посетителю. Все это стало возможным за счет федеральных средств нацпроекта «Культура». Учреждению была выделена сумма в почти 4 миллиона рублей. В музее было подано много заявок от Алтайского края, от муниципалов, и были отмечены две заявки – Бийский краеведческий музей и Заринский музей. Но мы попали в то время, когда введены были санкции, когда подскочили цены, и был такой страх, что просто не получить это оборудование, потому что были кругом запреты. И мы настолько ускорились, что, по-моему, самые первые мы отработали этот нацпроект. И теперь это все оборудование в нашем музее. Знакомство гостей с технологическими новинками продолжилось в экскурсионном автобусе. На помощь историкам предоставили радиогид. Это микрофон для говорящего и наушники для группы. Все это повышает качество экскурсий, и мероприятия становятся яркими и интересными для жителей и гостей нашего города. Алена Кисеева, Илья Питков, Будни.